Международный конкурс «Авиадартс» в Рязани завершился уверенной победой Российской Федерации. Церемония закрытия проходит на аэродроме Дягилева. Для нас большая честь, что Рязанская область стала площадкой для этих грандиозных соревнований. За победу в семи номинациях боролись 43 летных экипажей из Республик Беларуси и Казахстана, Китайской Народной Республики и в ранге фаворита Российской Федерации. В истребительной, бомбардировочной, дальней авиации и армейской авиации на боевых вертолетах победу одержали летчики России. В номинации «Штурмовая авиация» победил Казахстан военно-транспортной авиации, Китай и в армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах первенствовали летчики Республики Беларусь. Заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Андрей Юдин кубок международного конкурса «Авиадарс» вручил команде Российской Федерации. Все удалось, заняли первое место среди боевых вертолетов. Ну, пока состояние эйфории, а дальше посмотрим. Самый лучший вертолет, боевой, по крайней мере. На втором месте Китайская Народная Республика, третье поделили Республики Казахстан и Беларусь. В первую очередь это опыт, также обмен опытом с летными экипажами других стран-участниц соревнований конкурса «Авиадарс». Губернатор Рязанской области Николай Любимов учредил для участников конкурса свой приз. Николай Викторович вручил его заместителю начальника 43-го центра боевого применения и переучивания летного состава Михаилу Клейну. Они сегодня в России, в Керезанской области. Наша команда проявила стабильность. Они были все время на первом месте, так они на первом месте и остались. Вот очень высокое мастерство. Ну и хочу отметить, возросшее мастерство команд, особенно казахской и белорусской. Китайцы всегда стабильно идут где-то на этом уровне, а казахи молодцы просто. Вы знаете, это такой профессионализм, представить который себе очень сложно. Человек, который этим не занимается. Потому что как можно держать самолет и делать, собственно говоря, фигуры высшего пилотажа на расстоянии двух метров друг от друга, не разбивая строй, показывая удивительные запредельные нагрузки. Я просто не представляю, поэтому я думаю, что все, кто это видел поочию, все просто были восхищены и по-хорошему удивлены. Потому что не удивляться такому мастерству нельзя, даже если ты видишь это не в первый раз. По традиции, церемония награждения завершалась полетами пилотажных групп. В этом году из-за погодных условий полеты отменены. Летное поле открыли для посетителей, и рязанцы смогли ознакомиться с боевой техникой, находящейся на вооружении российских ВКС и воздушных сил Китайской Народной Республики. Вячеслав Астафьев, Дмитрий Соколов, РВТВ